В Новосибирском госуниверситете сегодня открылась Инжевика. Это научно-техническая лаборатория, в которой школьники смогут погрузиться в науку с головой. Проводить свои исследования и работать над инженерными проектами молодые умы будут под руководством аспирантов и студентов НГУ. Вероника Иванова о том, что в школе не проходят. В клетке с мышью датчики движения. Так школьники анализируют активность грызуна. В новой научно-технической лаборатории при НГУ уже подтвердили, организм мышей стареет лишь незадолго до смерти. Это называют пренебрежимым старением. Если мы найдем механизмы пренебрежимого старения, то, возможно, когда-нибудь мы сможем использовать их на людях, и люди смогут так же хорошо двигаться, жить, не болеть в 60 лет, так же, как и в 20. Такие интересные проекты должны увлечь школьников наукой и познакомить их с основами исследования. Современные цифровые лаборатории, конструкторы, препараты, измерительные приборы в этом помогают. Оборудование, которое поставлено в эту лабораторию, позволяет изучать как физические, научные, химические, биологические процессы, так и воплощать это в IT-проектах. Например, дети проверяли краш-тесты автомобилей. Они делали реальные конструкции автомобильных бамперов и исследовали на прочность, на ударное столкновение, определяли, какая конструкция наиболее эффективна. Занимаются школьники вместе с учащимися НГУ. Проекты междисциплинарные, объединяют и тех, кто увлекается физикой, и тех, кто изучает биологию. Их учат работать в связке. Кроме того, что здесь учащиеся будут посещать занятия по робототехнике, механике, компьютерным технологиям, мы хотим увидеть, что они будут работать в сотрудничестве. Умение работать совместно в коллаборации – один из важнейших навыков в 21 веке. Для университета и компаний-спонсоров эти школьники – будущие студенты и сотрудники. Потому здесь стремятся развивать не просто интерес к профессии, но и ориентировать на обучение в НГУ. Сейчас мы принимаем всех, а дальше, вот у нас первые три месяца, это будет видно, кто, ребята, увлекся, остался. С кем мы видим, что нужно работать индивидуально. И работа на самом деле индивидуальной группы – 12 человек, 2 преподавателя. Поэтому мы надеемся, что если у него мотивация есть, она сохраняется. Курсы не бесплатные, но на выбор много перспективных направлений. Нейрокомпьютинг и биоинформатика, соревновательная робототехника, разработка мобильных приложений – в школе такое не проходит. Вероника Иванова, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова